МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только важные события и актуальные комментарии в обзоре информационного проекта «Наше время». Здравствуйте! Сегодня важно знать о таком. Новые системы ПВО, беспилотники, а также амуницию на 100 миллионов долларов Украине передаст Австралия. Сообщить о дополнительном пакете военной помощи от Канберы в Киев приехал австралийский министр обороны. Чрезвычайно важно для всего мира, чтобы Украина выиграла в этой войне. Токио поможет вернуть украинских детей, похищенных Россией. Япония стала 36-м членом международной коалиции, в которую теперь входят все страны Большой Семерки. Украина вплотную приблизилась к Европейскому Союзу и готова стать его 28-м членом. Переговоры Киева и Брюсселя могут начаться уже в июне. Олимпийский огонь на пути во Францию. Факел с главным символом всемирных игр отправили морем на историческом корабле 19-го века. Мы готовимся очень-очень усердно и верим, что игры в Париже – это фантастический праздник. Канбера выделит Киеву новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил Австралию за весомый вклад в обороноспособность страны и отметил, что только общими усилиями можно победить российского агрессора. Я хочу поблагодарить Австралию за объявленный новый пакет поддержки для нашей страны и людей. Именно военная поддержка, то, что усилит ПВО, плюс дроны, военное оборудование – спасибо. Готовимся сейчас и к новой коммуникации с другими нашими партнерами. И завтрашний день и новая неделя будут активными. Каждый день должен придавать силы нашей стране. Каждый день должен укреплять те или иные украинские позиции. Нам нужно, чтобы в Москве убедились, что война им ничего не даст. И только силой мы можем этого добиться. Все украинцы, все партнеры. И одинаково решительно. Я благодарю каждого и каждую, кто с Украиной. Спасибо всем, кто в бою, на боевых постах, на боевых заданиях. Спасибо всем, кто тренирует наших воинов, кто убеждает мир быть максимально решительным, чтобы эта война завершилась справедливо. Министр обороны Австралии Ричард Марлс посетил Украину и встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем во Львове. Он сообщил, что «Канбера» передаст для защиты от российской агрессии беспилотники, а также партию переносных зенитно-ракетных комплексов. Что еще входит в пакет поддержки на 100 миллионов долларов для Украины, узнаете далее. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Австралия предоставила Украине поддержку на 655 миллионов долларов США, из которых 540 миллионов долларов составляет военная помощь. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с заместителем премьер-министра, министром обороны Австралии Ричардом Марлсом. Особенно важно для нас то, что Австралия постоянно объявляет о новых пакетах помощи Украине. Такие образцы вооружения, как бронеавтомобили «Бушмастер», бронетранспортеры М113, переданные Австралией, отлично зарекомендовали себя на поле боя. Во время рабочего визита во Львов министр обороны Австралии Ричард Марлс объявил о новом пакете военной помощи на 100 миллионов долларов. Он отметил, что из нового пакета 50 миллионов пойдут на системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, 30 миллионов на закупку беспилотников для украинских военных, а еще 15 миллионов долларов на оборудование, в том числе на шлемы, надувные лодки, противогазы и электрогенераторы. Когда более двух лет назад Россия пересекла украинскую границу в такой ужасной агрессивной операции, большинство комментаторов мира считали, что это будет продолжаться не более трех дней. Уже прошло более двух лет, и весь мир аплодирует украинскому сопротивлению. В марте 2024 года Австралия присоединилась к коалиции беспилотников для Украины. Эту инициативу, в которую входят уже 12 государств, возглавляют Великобритания и Латвия. Возможно, Австралия находится далеко от Украины. Мы видим, что вызов угрозы безопасности Европы – это вызов безопасности всему миру. Чрезвычайно важно для всего мира, чтобы Украина выиграла в этой войне. Мы также знаем, что украинцы воюют и за нас тоже. Также в пакет помощи Австралии для Украины входит партия переносных зенитно-ракетных комплексов РБЗ-70. Министр обороны Австралии подчеркнул, что Австралия будет оставаться с Украиной настолько долго, сколько это будет необходимо для победы. Кроме этого, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Австралия достигли договоренности по нескольким дополнительным вопросам. В частности, это разработка соглашения об избежании двойного налогообложения и участия в глобальном саммите мира в Швейцарии. А еще Австралия до 2026 года продлила режим беспочленной торговли с Украиной. О дополнительной военной помощи Украине объявила и Канада. Общий объем поддержки почти 12 миллионов долларов. Как отметил министр национальной обороны Канады Билл Блэр, по итогам заседания Рамштайна ТАВА выделит более 2 миллионов долларов на производство беспилотников. Остальные деньги пойдут на инициативу Чехии с закупкой и доставкой боеприпасов большого калибра. Кроме этого, Канада увеличила количество дронов, которые собиралась передать Украине. В итоге ТАВА отправит тысячу беспилотников в SkyRanger. Украинцы неустанно продолжают свою борьбу за свободу, демократию и основанный на правилах международный порядок, который гарантирует безопасность для всех нас. Поэтому в двухлетнюю годовщину контактной группы по обороне Украины Канада подтверждает, что будет поддерживать Украину, пока будет нужно. Билл Блэр, министр национальной обороны Канады. Япония официально присоединилась к международной коалиции по возвращению украинских детей, незаконно депортированных Россией. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец. Он назвал это решение историческим, поскольку теперь эту инициативу поддерживают все члены Большой Семерки. Напомню, коалиция была создана в феврале этого года, к ней уже присоединились 36 стран. Еще одна семья с детьми выехала из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец. По его словам, 12-летний мальчик и 5-летняя девочка вместе с родителями вернулись из города Голая Пристань. Это левый берег Керсонской области. Такое решение они приняли после того, как узнали, что оккупационные власти планируют лишать родительских прав тех, чьи дети не посещают российскую школу. О том, как Украина при содействии партнеров возвращает своих маленьких граждан из российского плена, расскажет Валерия Никипелова. Украина не вела и не ведет переговоры с Россией о возвращении принудительно перемещенных ею детей. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец опроверг заявление так называемого российского детского омбудсмена. Мария Львова-Белова, которую по обвинению в незаконной депортации маленьких украинцев разыскивает Международный уголовный суд, сообщила, что при посредничестве Катара Киев и Москва якобы планируют провести обмен детьми. Мол, и списки уже сформировали. При этом о каких российских детях, которых якобы должна отдать Украина, идет речь, она не объяснила. Я действительно прямо сейчас нахожусь в Катаре, и у меня час назад закончились переговоры. Но Украина ведет переговоры с Катаром. Именно при посредничестве Катара мы вернули и продолжаем возвращать украинских детей. Также в Катаре сегодня находится группа детей из числа возвращенных, и Катар запустил первую программу психологической реабилитации для детей. Я хотел отметить, что Украина продолжает искать новые инструментарии для возвращения украинских детей. Но мы это делаем при посредничестве наших партнеров. Дмитрий Лубенец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в эфире марафона «Едыни новины». Алгоритм возвращения украинских детей отработан, говорит Лубенец, но его нужно масштабировать. Киев знает имена по меньшей мере 19,5 тысяч депортированных России детей, но пока вернуть удалось менее 500. Москва скрывает информацию. Она ни разу не передала Украине списки украденных. Самих детей россияне размещают в детских домах и интернатах в отдаленных районах Федерации и даже на территории Беларуси. И отдают в приемные семьи. Им меняют имена, фамилии и даже дату и место рождения. Забирают украинские документы и выдают российские. Тебя запускают по этому треку, когда ты получаешь документы, когда ты начинаешь сотрудничать, когда ребенку надо петь гимн, когда ребенку надо прославлять Российскую Федерацию, учить русский язык и исследовать по этому треку. Потому что этот трек придуман властью России, чтобы из наших украинских детей сделать российским. Он начал следовать по этому треку. А следующее для подростков – это военизированные движения в школе. Москва создала не только систему массового киднеппинга, но и систему так называемого перевоспитания. А на деле – индоктринации. Это насыщение сознания определенным выгодным российскому режиму содержанием. Учитель в классе начинает с того, в какой стране вы живете. И все дети должны ответить в России. Если кто-то не отвечает, его вызывают дальше к директору, и он должен объяснить, почему он не отвечает. Дальше их учат доносить друг на друга, доносить на свою семью. Вот индивидуально с каждым работают. А что твои дети? Как они относятся к… родители, извините. Как они относятся к России? Любят ли они Россию? Один мальчик рассказывал о том, что учитель на уроках о важном, там же есть эти уроки о важном, рассказывал о том, что вы должны быть готовы умереть за Россию. Ни международная огласка, ни ордеры на арест, выданные Международным уголовным судом, ни резолюция посев, в которой депортация детей названа военным преступлением, не остановили Россию. Сегодня над возвращением маленьких украинцев домой работает международная коалиция. 33 страны – от Эстонии и Норвегии до Канады и США. Но внести свой вклад можете и вы через информационную кампанию «Знаешь – скажи». Телеканал «Фридом» реализует проект в партнерстве с уполномоченным президентом Украины по правам ребенка и ювенальной полицией. Если вы живете на временно оккупированных России территориях Украины, в России или в Беларуси, и знаете, что у ваших соседей, знакомых или в социальном учреждении живет ребенок, похищенный из Украины, сообщите нам об этом. Передать информацию можно через телеграм-канал «Я тут». QR-коды логин вы видите на экране. Или заполнив электронную форму по ссылке uatv.ua.saveuachildren. Мы гарантируем вашу анонимность. Российские войска беспилотникам атаковали гражданские автомобили в районе Волчанска Харьковской области. FPV-дрон захватчиков попал в грузовую машину. Водитель получил ранение и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Напомню, что это уже не первый подобный случай. Накануне российские военные ударили беспилотникам по автомобилю волонтеров. Тогда пострадали трое человек. Ночью российские оккупанты атаковали двумя ракетами С-300 в Салтовский район Харькова. Удар пришелся по территории больницы, в которой находились 900 пациентов и 250 человек персонала. Боеприпасы взорвались между корпусами, в которых выбило окна и была повреждена крыша. Один человек получил ранение, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его данным, также повреждены линии электропередач, газопровод и другие инженерные коммуникации. Кроме этого, утром россияне обстреляли жилой сектор Волчанска. Спасатели обнаружили и достали из-под завалов одного из разрушенных частных жилых домов тело погибшего мужчины. Под ударом армии РФ также был Херсон, где оккупанты атаковали жилой район города. Серьезно пострадало одно из учебных заведений. Выбиты стекла, повреждены стены и крыша. Разбита аудитория. Людей в момент удара ни внутри здания, ни рядом с ним не было. Также отмечу, что за минувшие сутки российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области. Один человек погиб, еще 12 получили ранения. Напомню, что сегодня ночью силы обороны сбили 21 из 34 ракет, которые Россия запустила по территории Украины. Об этом сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Также, по информации начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука, для атаки россияне применили две подводные лодки, так как выводить в Черное море корабли они не решаются. Имея такой потенциал в Черном море, россияне фактически не могут его использовать, но в какой-то момент они должны попытаться это сделать. Я предупреждал, что это будут подлодки, потому что выводить надводные корабли пока они не решаются. Но более чем за полгода это третье их применение. Дмитрий Плетенчук, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины, в эфире марафона «Едыни новыны». Украинские войска уничтожили на фронте относительно новую разработку России – радиолокационную станцию «Подлёд». На вооружение её приняли меньше 10 лет назад, а стоимость комплекса – более 5 миллионов долларов. Отличились бойцы Главного управления разведки. Подробности операции, а также другие новости с передовой далее в сводке Генерального штаба ВСУ. По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте произошло 71 боевое столкновение. Самая сложная ситуация на Авгеевском направлении, где украинские войска отбили 24 атаки российских оккупантов, а также на Лиманском. Там армия РФ 12 раз пыталась прорвать оборону. На Новопавловском ВСУ отразили по 10 штурмов, на Купинском – 7, на Бахмутском – 6. Кроме того, российские оккупанты совершили две безуспешные атаки на Ореховском направлении. Русские очень спешат. Они пытаются выжать максимум, пока все-таки основной объем помощи не доехал. И, скорее всего, они сейчас остановятся на очень многих участках, а на двух-трех ключевых сконцентрируются и будут перебрасывать туда подкрепление. Разумеется, сейчас задача наших защитников – этого не допустить. О ситуации на фронте главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, выступая на 21-м заседании контактной группы по обороноспособности Украины. Я проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению, о специфике осуществления противникам авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры, о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военно-технике и ключевой роли их своевременного поступления. Александр Сырский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, Facebook. Как заявил командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Игорь Скибюк, ВСУ превосходит противника в эффективности командования на поле боя. Он подчеркнул, что украинское военно-руководство имеет четкое видение продолжения войны и планы будущих кампаний. В эффективности работы штабов мы всегда превосходим противника. Мы всегда понимаем, что происходит на поле боя, и имеем варианты, как нам поступать. Бывает такое, что грубая сила не решает ничего. Это как техничный, профессиональный, легкий боксер, который бьется с таким здоровяком. Так, наверное, выглядит этот поединок. И мы имеем план боя количество раундов. Думаю, придет время, когда мы отправим противника в нокаут. Игорь Скибюк, командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Российские оккупанты недосчитались на фронте очередной радиолокационной станции и уничтожили бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет об РЛС «Подлет». Это относительно новая российская разработка. На вооружение ее поставили в 2015 году. Стоимость станции более 5 миллионов долларов. Также украинские воины рассказали, что с помощью FPV дронов уничтожили прицепную гаубицу российских оккупантов Д-30, а также склад противотанковых мин. Кроме того, беспилотники украинских пограничников обнаружили замаскированный бронетранспортер «Россиян» на запорожском направлении и уничтожили его прицельным попаданием. Сегодня работа нашей артиллерии, которая, конечно же, в ожидании боеприпасов, в ожидании полноценного возвращения артиллерии на поле боя, наносит удары по артиллерийским установкам, работает по средствам противовоздушной обороны среднего и малого радиуса, то есть вот эти армейские, скажем так, средства ПВО, которые врагу необходимы, которыми он тоже пользуется. И, собственно, вот эта борьба по этим направлениям, по ствольной артиллерии, по ПВО, происходит на всех участках фронта, в том числе и на левом берегу. Как сообщают в Генштабе ВСУ, только за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 1124 российских военных. Общая же цифра потерь армии РФ уже превышает 465 тысяч. Также украинские защитники за сутки уничтожили 7 танков, 14 бронемашин и 38 артсистем. Новый британский танк Challenger 3 прошел испытания. Боевые стрельбы провели на севере Германии. Для обеспечения точности техника вела огонь по целям с разных дистанций и отлично себя проявила. Как отметили в Министерстве обороны Соединенного Королевства, этот танк станет самой смертоносной боевой машиной в истории британской армии. Challenger 3 оснащен повышенной броней и огромным набором самых современных технологий. Кроме этого, министр обороны Великобритании посетил одно из британских военных предприятий, где, среди прочего, собирают и крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Там Гранд Шапс подчеркнул, что практически все страны Европы, в том числе и Великобритания, увеличивают расходы на оборонную отрасль. Как отметил британский министр, мир становится опасным. Мы объявили, что собираемся увеличить наши расходы на оборону до 2,5% ВВП до 2030 года. Большая часть этого придает нам уверенность в том, что у нас есть боеприпасы и все необходимое для ведения любых будущих войн. Поэтому я пришел на производственную линию военного предприятия, чтобы увидеть Storm Shadow, который был настолько разрушительным в руках украинцев. Это часть нашего подхода, направленного на обеспечение наших вооруженных сил всем необходимым оружием и гораздо большими запасами. Боюсь, мир становится гораздо более опасным. Гранд Шапс, министр обороны Великобритании. Украина готова начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Об этом заявила посол ЕС Катерина Матернова. Она ожидает, что переговоры между Брюсселем и Киевом начнутся уже в конце июня. Матернова подчеркнула, что основным фактором, влияющим на вступление новой страны в Евросоюз, является единодушие среди членов Альянса. Это предусмотрено договорами, которыми был создан Европейский Союз. И именно через этот процесс пришлось пройти всем странам, которые вступили в ЕС позже. Единодушие среди стран ЕС должно быть. Это то, на что я всегда обращаю внимание своих украинских коллег. Какими бы незначительными ни казались интересы отдельных стран-членов ЕС, они имеют значение. Учитывая это, я очень надеюсь, что в конце июня мы начнем переговоры с Украиной и Молдовой. Политический сигнал был отправлен еще в декабре прошлого года. Украина находится на верном пути. Она готова к переговорам. Катарина Матернова, посол ЕС в Украине. В интервью украинскому радио. В интересах Европы, чтобы Украина защищалась и возвращала свои территории. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время визита в Будапешт. По мнению дипломата, никто не делает для безопасности Европы больше, чем украинцы. Общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как наибольшую угрозу и риск для Европы. И чехи, и венгры знают, каково было жить под гнетом кремлевского режима. Украинцы сейчас переживают ту же несправедливость. Позвольте мне внести ясность. Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо в ее законной борьбе против российского агрессора. Если мы не хотим, чтобы Россия еще больше угрожала нам в будущем, мы должны применить силу, чтобы предотвратить перекраивание границ в Европе. Это угрожает международному порядку, международной стабильности и процветанию. Наивно думать, что если Россия победит в Украине, ее танки остановятся у наших границ. Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии. Президент Литвы Гитана Снауседа считает, что Грузия не приближается, отдаляется от европейских идей. Своё мнение он озвучил на совместном брифинге с лидером Польши Анджем Дудой, комментируя инициативу грузинской мечты принять российский аналог закона об иноагентах. К сожалению, события и запланированные законодательные изменения ясно демонстрируют, что наш партнер Грузия не приближается, а наоборот отдаляется от европейских идей. Это действительно создает препятствия для плавного продвижения пути европейской интеграции. Поэтому мы должны реагировать на это. Напомню, что Европарламент выступает против переговоров о членстве Грузии в ЕС. Всё из-за недавно принятого в первом чтении законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Осуждают намерения грузинских властей одобрить скандальный документ и в Соединенных Штатах. Как реагируют на критику в парламенте Грузии и кому выгодна дестабилизация страны? Никита Скобликов разбирался. Европейский парламент принял резолюцию, которая призывает ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать закон о прозрачности иностранного влияния. Поддержали постановление 425 евродепутатов. 25 были против. 30 воздержались. В тексте резолюции говорится, что грузинский законопроект не соответствует ценностям Европейского Союза, наносит ущерб репутации Грузии и ставит под угрозу её евроатлантическую интеграцию. Правительство Грузии черпает вдохновение в крайне противоречивом аналогичном российском законодательстве, таком как российский закон об иностранных агентах, который намеренно навешивает ярлыки и дискриминирует организации гражданского общества и активистов, а также используется для подавления оппозиции, агрессивной войне России против Украины и заглушения любых оставшихся критических голосов в стране. Из текста принято Европейским парламентом резолюции. Решение грузинских властей утвердить закон о прозрачности иностранного влияния вызывает серьёзные опасения и в Вашингтоне. Во время брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США вновь осудил грузинское правительство за намерение одобрить скандальный законопроект. Мы считаем содержание этого закона невероятно тревожным. Оно схоже с теми видами законодательства, которые мы видим в Кремле и в других странах мира, имеющих опыт подавления организаций СМИ, подавления субъектов гражданского общества, подавления некоммерческих организаций. Мы считаем, что такое законодательство не соответствует заявленным целям ЕС. В чём, как заявила сама Грузия, она заинтересована. 20 апреля председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили говорил, что закон о прозрачности иностранного влияния могут быстро отменить в случае принятия в Евросоюз. Однако в ЕС на манипуляции не повелись, и теперь грузинские власти возмущены западной критикой. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что сейчас ведётся некая кампания против грузинского народа и отказываться от принятия законопроекта правительства не собирается. Закон о прозрачности является своего рода рубиконом, важным для того, чтобы страна ещё раз его перешла для развития государственности и сказала, что для неё определяющими являются свои интересы, а не то, что диктуют. Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии, сообщает издание «Грузия онлайн». Грузинский законопроект отдаляет Грузию от ЕС и, как говорят критики закона, уже сближает страну с Россией. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что все утверждения, что этот законопроект основан на американском законе, являются ложными. По его словам, закон основан на аналогичном российском законодательстве. Первые шесть статей абсолютно копируют друг друга. Даже по названию и по духу, своему контенту, каждая статья, первые шесть статей, фактически, они копированы друг друга. Не знаю, кто кого перекопировал, но это не имеет значения. То есть это фактически копия российского закона от 14 июля 2022 года. После принятия в первом чтении аналога российского закона об иноагентах, грузинская общественность вышла на улицу. Люди выступают против отдаления от ЕС, которое несет за собой принятие законопроекта. Однако нынешняя власть Грузии реагирует исключительно силовым образом, разгоняя протесты. Эксперты отмечают, что такая дестабилизация в стране выгодна России. Я думаю, что как раз такое давление, естественно, существует. Это подтверждает те высказывания, которые фактически уже высказывали, были высказаны со стороны Володина, со стороны Пескова, со стороны Дугина, которые абсолютно поддерживают, не не очень, так сказать, правящие в Ехоршку Грузии, которые именно вот как раз этими занимаются, чтобы они как раз хотят имплементировать, реализовать именно прорашистские, так сказать, законы, антизападные прорашистские законы. Более двух недель в Грузии не утихают протесты. Тысячи людей выходят на улицы, выступая против закона об иноагентах. Отдельно также проходят и женские марши. А на 28 апреля для участия в митинге против грузинского законопроекта выйдут также шесть грузинских оппозиционных партий. Россию снова атаковали дроны. На этот раз беспилотники ударили по НПЗ в Краснодарском крае, в городе Славянск-на-Кубани. Глава района сообщил, что на заводе повреждена ректификационная колонна. По данным The Moscow Times, предприятие частично прекратило работу. Также неизвестные беспилотники атаковали Ильский НПЗ и военный аэродром в станице Кущеевская. Там повреждены самолеты. Их количество и степень ущерба пока неизвестны. Олимпийский огонь отправили из Греции во Францию на парусники 19 века. Он пересечет Атлантические, Индийские и Тихие океаны, побывает на пяти заморских территориях Франции и 8 мая прибудет в Марсель. Именно там стартует эстафета передачи огня. В ней примут участие 10 тысяч факелоносцев. 26 июля Олимпийский огонь доставят в Париж, где состоится торжественное открытие летних игр, которые продлятся до 11 августа. Мы готовимся очень-очень усердно. Прошло 100 лет со времени последних летних игр в моей стране. Мы считаем, что Франции есть что предложить. Мы проведем соревнования прямо в центре Парижа. Церемония открытия впервые будет организована в городе. Это амбициозный план, но мы определенно верим, что игры в Париже это фантастический праздник. И мы с нетерпением ждем встречи со всем миром. Нидерландская столица окрасилась в оранжевый. Жители Амстердама отмечают День Короля, один из главных праздников в государстве. Тысячи людей нарядились в костюмы цвета правящего дома и устроили гуляние с музыкой и танцами по улицам и каналам города. Отмечу, что король Вильям Александр празднует свой день рождения каждый год в разных местах. На этот раз монарх вместе со своей семьей отправился в Эмин. О важных новостях также можно узнавать в нашем телеграм-канале. Мы обновляем страницу регулярно, добавляя актуальное видео, интервью и комментарии экспертов. Чтобы подписаться на него, сканируйте код на экране и переходите по ссылке. На этом наше время подошло к концу. И я передаю слово своим коллегам из марафона. В студии для вас работают несравненные Каролина Король и Екатерина Вишневская. Оставайтесь с Фридом и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова